В районе Паудня совместная делегация Городского совета ветеранов и Союза малолетних узников финских концлагерей подошла к представительству Генерального консульства Финляндской Республики на Пушкинской. Председатель Городского совета ветеранов Вячеслав Кузнецов отказался зачитать обращение, заявив, что их действия не акция, протеста и не митинг. Да, ни время и ни место. Мы не думали, что столько здесь будет журналистов и возникнет такая необходимость. Кузнецов сообщил, впрочем, что в документе ветераны обращают внимание на появившиеся в средствах массовой информации в Финляндии сообщения о якобы имевшей место жестокости карельских партизан по отношению к жителям финских приграничных деревень. Мы хотим узнать официальные позиции правительства и народа Финляндии. Совпадает с выступлением отдельных экстремистских групп, которые пишут в газетах? На деле, а не на словах, испытали все эти трудности, даже зверства. И мы находились за колючей проволокой. То есть мы были решены свободой. Война есть война. Поэтому мы никаких претензий к Финляндии не предъявляем, несмотря на то, что детство наше было потеряно. Ровно в 12 делегация проследовала в помещении представительства. Принявшая обращение руководитель представительства Ирма Мяки была дипломатично сдержана и воздержалась от комментариев на русском языке. Ветераны наши возмутились. Годы войны были, понятно, жестокие. Сегодня мы с вами живем мирно. И пример нашего добрососедства является примером для других стран. Свои обращения мы пишем в адрес президента и премьер-министра. Спасибо вам. Я передам. Будьте любезны. Ветераны и малолетние узники финских концлагерей полагают, что консул Финляндии в Санкт-Петербурге, ознакомившись с их обращением во время своего очередного визита в Петрозаводск, даст официальные разъяснения от имени правительства Финляндии. Спасибо.